Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Высаду Левогороди. И вы скажете, ох, что-то у нас сегодня такая веселая, но дело в том, что сегодня необычный формат будет видео, вообще абсолютно необычный. Оставайтесь вместе со мной, смотрите, потому что все будет интересно, все это сплошные будут сюрпризы для меня, потому что будем разговаривать сегодня о фикс прайсе. Но, кстати, давайте поговорим о фикс прайсе. Что мы все, огород, заготовки, давайте просто сегодня отдохнем. И дело в том, что в фикс прайсе ходила не я, а моя дочь. И мы решили сделать такой формат видео. Она сделала покупочки для меня абсолютно честно говорю. Это сюрприз. И сейчас я буду смотреть, что она купила и для чего можно это использовать. Вот она мне сейчас дает пакеты. Честно говорю, я ничего не знаю, что в этих пакетах. Это единственное, что, видите, пакет фикс прайс. Ну что ж, давайте посмотрим все-таки, что же купила дочь в магазине фикс прайс. Так, это у нас ловушка для ос и шершней. Ну, в принципе, я думаю, конечно, вещь это довольно-таки нужная. Честно говоря, я не знаю, как она работает, но... Стоит 50 рублей. Там теперь цены на все разные. На все разные цены 50 рублей. Попробую и потом, конечно, вам скажу. А, вот ей пользоваться. Открыть пробку, налить приманку, так, повесить ловушку, ну там, что-то сладкое. Повесить ловушку за кольцо или просто поставить на землю для утилизации. Так, это уже как утилизировать. Вы знаете, я думаю, эту ловушку можно использовать не только от ос и шершней, как я думаю, но и неплохо повесить на яблоню от плодожорки. Она тоже должна работать. Так что, видите, как садовод и огородник я все перевернул совершенно на другую сторону, да? Так, смотрим дальше. Ой, штучка какая-то. Так, о, стакан не проливай-ка. Оля, для чего он вообще? Ариша пойдет в художественную школу для кисточек. А-а-а, это, видите, Ариша идет у нас в художественную школу, это для кисточек. Видите, сразу ее не помешь. Оказывается, это для деток, малый, вдруг кому пригодится. Да, для деток, может быть, кому пригодится. Стоит он всего лишь 16,60. Стоит всего 16,60. Видите, вот такая штучка. Так, ну, это, я думаю, всем очень даже понятно, что это такое. Это, конечно, штучка для всей семьи. В хозяйстве эта вещь всегда-всегда нужная. Вот, сколько она стоит? Стоит, стоит. 50 рублей. 50 рублей. Вот, всего за 50 рублей, я думаю, можно прям каждый месяц менять кое-где такую штучку. Ой, это вот, а это, это вообще, это меламиновая губка, ластик. Я вот честно хочу сказать, что вот мы раньше и выписывали их, очень удобная вещь. Но, единственное, конечно, вы должны пользоваться ей грамотно и ни в коем случае не пользоваться для мытья посудой. То есть, ну, можно очень хорошо, удобно, я вот протираю и двери, и холодильник, и какие-то поверхности, но, конечно, не посуду. Вещь очень удобная. Кто не пользовался, вот купите и попробуйте. 50 рублей. 50 рублей. Две штуки. Кстати, нормально. Вот. А это, конечно, это кому? Это для внучки. Представляете, 55 рублей, вот такие теплые носочки, вот, держу их, вот, не надо заморачиваться и вязать, и все. Они, по всей видимости, с ангорочкой, вот, внутри такие махровенькие, очень приятные. Так что, для внучек, для деток можно приобрести вот такие симпатичные носочки. Видите, олень нарисован. Супер. Так, смотрим дальше. Так, а это что у нас, Оль? Это тебе для новой пристройки. Можно украсить, задекорировать. Это липучка? Ну, там написано, там наклейки какие-то. А это вот наклейка, то есть, допустим, красиво же. Ну, красиво. Я делаю в том, что я вот любитель. Вот видите, у меня на заднем плане наклеены овощи. Поэтому я тебе... Вот, поэтому мне Оля ее купила, овощи ей уже надоели. И вот в таком вот современном стиле... 50 рублей. 50 рублей. Вот такая наклейка. Ну, кстати, очень даже, очень интересно и симпатично. Так, это сменные блоки для ролика. Сколько, Оль, стоит у нас? Так, сменные блоки для ролика. Ну, сейчас она пока еще... 50 рублей. 50 рублей. Ну, вообще, удобная одежда почистить и все. В общем-то, ролики вот в каждой семье вот такие должны быть. Обязательно, я считаю. Очень удобно. Я не недорого. Вот. Вот такие ножницы. Это ножницы для творчества. Вот, посмотрите. Это, в общем-то, для деток очень такие хорошие ножнички. Почему? Интересные. У них зубчиками такой край. То есть, получается, край при вырезании такой зубчиками. Очень оригинальный. И самое главное, что для работы деткам, видите, это тупой обязательно край ножниц. Ножницы очень легкие. То есть, мы садимся вместе с детьми и работаем этими ножницами. Хорошие ножницы. Сколько улицы на у нас? 50 рублей. 50 рублей. Когда-то было все по 35. А когда-то было все по 35. Но времена меняются и все меняется. Это, конечно, кисточки. Продолжаем тему. Продолжаем тему. Но я хочу сказать, что кисточки, я думаю, мы с внучкой их поделим. Потому что я вам честно скажу, что мне они нужны. Я и сильно клею кисточкой на бумажку. Я иногда, ну, зимними вечерами, ну, бывает. Вот у меня нахлынет. Я могу заниматься докупажем. Но нравится мне. Поэтому кисточки, в общем-то, в принципе, очень даже необходимы. А тут мне нравится есть совсем маленькая, маленькая кисточка. Это вот, конечно, я ее заберу. Буду клеить семена. Так что Оля молодец. С кисточками угадала. Сколько они стоят у нас? 55. 55 рублей. Кисточек здесь 5 штук. Хорошая кисточка. Дальше. О! Это у нас 99 рублей. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Я, честно говоря, не знаю, что это. Сейчас. Оля, что для чего? Бутылка. Это бутылка. Это бутылка. Это настойки наливает. Это можно налить сюда настойку. Она просто оригинальная очень, да. Ну, необычное. Масло. Масло растительное налить, поставить на стол. Просто будем говорить, что она стильная, оригинальная. Довольно-таки такая устойчивая, тяжелая. В общем-то, в хозяйстве все пригодится. Стеклянная. Стеклянная. Для всей семьи. Так, в этом пакете мы разбрались. Теперь вот следующий пакет. Что же у нас здесь? Так, здесь. У нас следующее. Это, это что у нас? Вещь нужная. Доска для лепки. Деткам особенно. Потому что дети очень любят лепить. И вообще, мой совет, давайте детям лепить. Это развивает очень хорошо моторику пальцев. И в принципе, когда мы даже лепим, это и закрепление цвета идет, и фантазия. В общем-то, занимайтесь с детками. И чтобы стол ваш был всегда чистый, и не какую-то вы там искали судорожную дощечку, вот можно купить вот такую дощечку. Сколько она стоит? Ну что-то дороговато для дощечки. Что ты говоришь? 50 рублей. 50 рублей. Ну, пластик. Сейчас у нас... Что у нас дешево? Ничего не дешево. Так, буквы. Набор наклеит. Вы знаете, дети, вот дети вообще очень обожают наклейки. Но здесь именно хорошо то, что с ребенком мы можем не просто клеить, ну, наклейки, да, там, цветочки, зверюшки, а это именно буквы. Играем, клеим и изучаем параллельно буквы с ребенком. Очень довольно-таки хорошая вещь. Сколько ли она стоит? 50 рублей. Вот, 50 рублей. Так что, вот, буквы наклейки хорошие, мне понравились. Так, смотрим дальше. Так, что нам Оля прикупила? Вот, посмотрите, очень доволен таки, вот я вам хочу сказать, оригинальнейшая вешалка. Это, кстати, я себе пойду еще одну куплю. Я вот обожаю такие вешалки. Они, Оля, смеются. Мне чем они нравятся? Это зацеп, это можно зацепить за дверь. Так хорошо, что она не пластиковая, а металлическая. Да, она металлическая довольно-таки, довольно-таки очень красивое такое, да, оформление, такой дизайн. Сколько, Оля, она стоит? Рубля 90, наверное. А, нет, 77 рублей, вы представляете, всего-навсего. Так что, я считаю, что, я думаю, вам понравится эта вешалка. Я говорю, особенно, вот раз, вот, зацепили, не надо дырки делать, очень удобно. Даже вам, допустим, за дверь, да, зацепили, вот, этими вот крепежами, пожалуйста, халат, там, полотенце, что угодно повесили. Хорошая штука, кстати, молодец, хорошая покупка. И, кстати, хочу сказать, что в фикс-прайсе раньше были белые, более такие скромные вешалки, но они довольно-таки давно пропали, их почему-то нет. А вот, видите, появились уже в новом дизайне. Так, дальше, смотрим, что дальше. Так, это табличка. Красивая надпись, да? Да, очень, вот, очень интересная. Посмотрите, вот в таком она стиле, да, сделана. Вот, интерьерная табличка, просто ее повесить и украсить свой дом, написано «Дом там, где мы». Вообще, написано прямо довольно-таки правильно, да? Вот, поэтому табличку мы, конечно, повесим и будем ей любоваться. Оля, молодец, вкус у тебя хороший. Так, смотрим дальше. Что еще? Ну, это вот последнее. Это альбом для рисования. Дело в том, что вот очень здесь такие листы хорошие, вот я смотрю. Много, да? Много. Он довольно-таки толстый альбом. И вот так, все-таки я работала с детьми, я хочу сказать, что очень вот именно листочки здесь такие плотные, приятные. И ребенку будет очень удобно рисовать в этом альбоме. И, вы знаете, мой вам совет, когда вы с детьми занимаетесь, вот, когда мы даем ему вот этот вот листочек, нарисуй, вот, вы знаете, это неправильно. Все-таки у ребенка должен быть альбом, где собраны все рисунки. И желательно, конечно, чтобы рисунки были собраны не абы как бы, а вот все-таки по тематике. Вот, допустим, сейчас осень, да? Что? Что-то с осенью связанное, чтобы ребенок нарисовал. Поэтому, сколько, Оль, стоит альбом? 50 рублей. 50 рублей. Ну что ж, Оля, в общем-то, сходила в фикс прайс неплохо. Вот, для нас она, можно сказать, она для всей семьи купила все, да? Как говорится, не только там для меня что-то, но затронула каждого члена семьи. Ну, вот ловушку, я вам хочу сказать, класс. Прямо, ну, в этом году уже все, а на следующий год я ее, конечно, повешу обязательно. Ну что ж, вот такие покупочки Оля, моя дочь, сделала в фикс прайсе. Ходила не я в фикс прайс, сразу говорю, а она. И вот этот формат видео очень довольно-таки, я думаю, оригинальный. И что ты... Потому что мне нравится получать подарки, да? Да, потому что я, вот у меня Оля подсказывает, я действительно, я безумно люблю получать подарки, когда мне дарят. Особенно, когда дарят дети, это вдвойне приятно. Так что отправляйтесь в фикс прайс, устройте себе праздник, отдохните от банок, от огорода, расслабьтесь. А с вами была Юлия Меняева, на канале вас обыли в огороде. Пока!